Все чаще различные специалисты, особенно в интернет-изданиях, публикуют материалы о скором пришествии третьей волны коронавируса. Однако такие прогнозы не совсем корректны. Что такое эпидемиологическая волна и с чем связана волнообразность эпидемии, узнавал Мураджан Кёзов. Пандемия с греческого переводится как «весь народ» и характеризуется распространением инфекций на всей территории государства и сопредельных территорий. Это болезнь, которая приняла массовый, повальный характер. Но не стоит путать понятие эпидемиологической волны, которая может продолжаться годы, и сезонного подъема инфекционных заболеваний. Иначе говоря, первая волна коронавируса продолжается и в настоящее время. Говорить о волне не очень может быть правильно, потому что между первой и второй волнами должен быть абсолютно чистый промежуток. То есть без времени, в течение которого не регистрируется случай заболевания коронавирусной инфекцией. Между первым и вторым подъемами заболевания у нас не было такого промежутка времени. Поэтому, наверное, будет более правильно говорить не о волне, а о эпидемиологическом или пандемическом подъеме заболеваемости. Большинство ученых сходятся во мнении, что пандемия коронавирусной инфекции уйдет к лету, но останутся периодические подъемы заболеваний, особенно весенний и зимний периоды. На эпидемиологический подъем заболеваемости влияют ряд факторов. Первое – это процент переболевших, второе – это процент вакцинированных, третье – это наличие мутированного штамма на территории, где циркулирует вирус, четвертое – это эпидемиологические ограничительные мероприятия, которые существуют и которые также влияют на подъем заболеваемости. В Минздраве России рассчитывают до конца текущего года переломить ситуацию с эпидемией коронавируса путем массовой иммунизации населения. В итоге число привитых может достичь десятков миллионов человек. Этого достаточно для коллективного иммунитета. Однако тревогу у врачей вызывают новые мутировавшие штаммы коронавируса. Если эти мутированные штаммы будут циркулировать на территории Российской Федерации, в частности на территории Карачаева-Черкесии, то, естественно, процент заболеваемости будет возрастать. И коэффициент распространения коронавирусной инфекции также будет возрастать, что приведет к осложнению ситуации. То есть, я думаю, что все-таки в конце марта, начале апреля, несмотря ни на что, пандемия не завершена и подъем заболеваемости возможен. История не знает примеров, чтобы инфекционные процессы продолжались бесконечно. Обычная эпидемия продолжается год-два, затем случится неизбежное ослабление вируса, и он перестанет вызывать тяжелые формы болезни. Главное – грамотно предохранять себя и своих близких. Мурат Жанхёзов, Мухаммед Ашебоков, Вести Карачаева, Черкесия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова